Привет всем! Я смотрю мое последнее видео, вызвало интерес. Я имею ввиду видео про секс в буддизме. Понятное дело, тема-то интересная, занятная, я бы сказала. И по этому поводу я решила поговорить об еще одном интересном аспекте японского буддизма. О факте, таком интересном факте, что священники в Японии, как правило, женаты. Как так получилось? Ну, если уж говорить так честно, то необходимость целебата ставилась под сомнение в Японии уже очень-очень-очень давно. Наиболее, наверное, известным примером является Щенран, который был женат, и не скрывал этого, это была его фишка, создатель Джодо Синьчу. Но почему он в свое время решил, что он может жениться? Он основывался на том, что на горе Хиэй, где он когда-то практиковался, священники, ну, конечно, достаточно топового уровня, священники, были женаты фактически. То есть у них были тайные жены. Ну, насколько они были тайные, они их все, в принципе, знали, это не особо скрывалось, и это считалось, конечно, ну, не совсем окей, но ладно, ладно уж, понятное дело, хочется. Именно поэтому Щенран в свое время поставил под сомнение тот факт, что священник непременно должен соблюдать целебат. Но до XIX века это все-таки был такой сложный момент, а в конце XIX века священникам официально разрешили жениться. И довольно быстро, подавляющее большинство священников пришло к выводу, что отдел это выгодное. Ну, помимо, давайте опустим именно сексуальную сторону вопроса, потому что, на мой взгляд, брак и секс это далеко не настолько прочно связанные вещи. Ну, я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Весь вопрос именно в браке. Что ты приобретаешь, если ты женишься? Во-первых, жена для священника это была бесплатная рабочая сила, она будет заниматься теми делами, которыми иначе пришлось бы заниматься тебе или твоим ученикам, которых можно к чему-нибудь другому пристроить, более важному, по мнению священников. И это первый момент. А второй момент – жена, это значит дети, официально рожденные в официальном браке, а эти самые дети прекрасно сойдут в качестве учеников, в качестве наследников. Потом можно передать храм и не волноваться, что с тобой будет, если у тебя не появится других учеников, не придут откуда-нибудь со страны, а с возрастом ты не сможешь выполнять обязанности. Ну, если у тебя есть дети, то эта проблема полностью отпадает. И таким образом буквально за первую половину XX века эта практика постепенно все больше и больше разрасталась. Сейчас в целом практически, наверное, подавляющее большинство священников, именно мужчин, женится. Есть отдельные, которые предпочитают соблюдать целебат, такой есть. Есть в некоторых школах какие-то обязанности, которые должен выполнять именно неженатый мужчина. Но в большинстве своём все женятся. Даже больше это уже, ну, по крайней мере, среди тех священников, с которыми я общалась, это уже предполагается как даже немножечко обязанность. Почему? Потому что если ты женат, если у тебя есть дети, то понятно, что дальше будет с храмом. А если ты не женишься, если у тебя не будет детей, то кто дальше станет священником, откуда он возьмётся, не совсем понятно. Поэтому всем проще, всем спокойнее. Если у священника уже есть дети, предпочтительно сыновья, потому что в основном именно свиновья потом принимают постриг, и всё окей. Тогда это воспринимается как нормальное положение дел. Вызывает ли это какую-либо критику? Да, это может вызвать критику. И основная проблема, на мой взгляд, самая большая проблема с этой практикой заключается в том, что позиция храмовых жен достаточно странная. С одной стороны, у них нет никакого официального статуса в большинстве школ. Ну, у дёда-щинча немножко по-другому. У них статус имеется, у жён. Жена-священник – это достаточно важно для храма. Единица. В других школах это очень такой скользкий момент. И, например, если священник вдруг, настоятель храма вдруг умрёт, и у него нету наследника, его семью могут просто выгнать, потому что они не имеют никакого отношения официального к храму. Это, конечно, большая проблема. И не совсем понятно, что с этим делать. При этом реально очень часто жены берут на себя очень много. Они разбираются в вопросах храма даже лучше своих мужей очень часто, потому что все такие бытовые вопросы решаются жёнами. они имеют большое влияние на прихожан. И особенно очень часто видно, когда, допустим, у нас есть молодой настоятель, и у него есть мама, которая в этом храме прожила значительно дольше, её все знают, её все уважают. Может сложиться такая ситуация, что именно маму воспринимают как реального лидера этого храма, а сын – это сын. И поэтому все будут в первую очередь обращаться именно к маме. А у мамы никакого легального статуса нет, она просто мама настоятеля. Такое тоже бывает. И мы немножко позже поговорим, потому что сейчас я хочу сначала коснуться тоже связанного вопроса, но с другой стороны. А как же у нас… Мы поговорили о монахах, о священниках. Кстати, в японском языке монаха-священник – это, в принципе, одно и то же. Нет такого развлечения. То есть монаха можно назвать «обосан», «сорио», «настоятель джучоку». Но что из этого можно перевести как священника, что из этого можно перевести как монах, это примерно одинаково. Теперь о монахинях. А что же у монахинь? Монахини выходят замуж? Ну, официально им это тоже можно делать, никто не запрещает. Практически до сих пор подавляющее большинство монахинь предпочитает оставаться незамужними. Почему? Ну, как мне объясняли некоторые монахини, муж монахини абсолютно не нужен. Он бесполезен для монахини. То есть он будет ей как-то помогать? По храму, скорее всего, нет. Придется его обслуживать, и еще храм. То есть, ну, зачем он вообще нужен, тот муж? В то же самое время, так как запрета официального нет, в последнее время все стало меняться. И вот здесь мы опять возвращаемся к вопросу храмовых жен. Какое-то время назад, по крайней мере, в Тендай, в Тендай я точно знаю, насчет других школ не уверена, жены священника поняли, что можно же самим принимать постриг. И я, по крайней мере, знаю несколько людей. Так, я знаю еще и щенгони, парочку таких монахинь, которые просто были храмовыми женами, потом по каким-то причинам или просто захотелось, или по обстоятельствам приняли постриг, стали монахиньми, и потом даже очень часто наследовали или даже просто перенимали еще у живого мужа обязанности настоятеля. Такое тоже есть. Это было где-то, ну, по моим прикидкам, это произошло где-то, может быть, в конце XX века, потому что я знаю о нескольких таких случаях. Самое интересное, что мне рассказывали, очень против этого были матери священников. Я знаю, по крайней мере, об одном случае, когда жена священника очень хотела принять постриг, но свекровь сказала ей, нетушки, милая, я знаю, что будет, я знаю, что ты примешь постриг, ты будешь заниматься другими делами храмовыми на хозяйстве, ты просто забьешь. И, ну, в целом, возможно, да, возможно, что это так и есть, потому что это все-таки статус. И когда у жена священника есть такой замечательный статус, когда она уже может сама быть настоятелем, то возникает вопрос, а почему, собственно, должна быть на вторых ролях? Но при этом в последнее время, это уже, я говорю уже о XXI веке, монахини, которые не являются женами священников, монахини, которые изначально уходили, именно принимали монашество, тоже стали иногда выходить замуж. Я знаю, по крайней мере, о трех таких случаях лично. И в одном случае монахиня вышла замуж за монаха, то есть это просто встретились, будучи уже приняв постриг, встретились два молодых человека и решили, что почему бы нет. И получилась у них такая полностью монашеская семья. Но в двух других случаях муж не является монахом, не принял постриг. Так, даже есть довольно известная история, так, Цую Маруко, мне кажется, если я правильно понимаю, это есть довольно известная, как бы это сказать, Ракуго-ка, артистка жанра Ракуго. Мне кажется, ее зовут Цую Маруко, я могу здесь ошибаться, но, по-моему, так. Она монахиня школы Тэндай и ее муж католик. Просто вот так получилось. При этом, опять же, в Джодо Щинщу, где и женщины-настоятели, достаточно частое явление, и они, как правило, выходят замуж, уже давно появилась проблема храмовых мужей. Потому что у них есть даже ассоциация храмовых жен, и какое-то время назад они стали задумываться, а что же делать с храмовыми мужьями. То есть их тоже допускать до ассоциации, тогда ее как-то переименовывать, потому что они не жены, а не мужья, или им создавать какую-то свою ассоциацию. Но пока еще, насколько я знаю, не пришли к выводу, что с этим делать. В общем, как оно будет дальше, я не знаю. Мне кажется, что в целом ситуация, которая сейчас создалась, я не вижу, чтобы она как-то менялась. Я думаю, что мы будем по-прежнему существовать в этой ситуации, когда монахи женятся, и это практически уже обязанность, потому что надо произвести на свет наследника. Но рано или поздно придется решить проблему статуса храмовых жен. Или появится какой-то отдельный статус, который будет давать права, которые будут конкретно обязанности какие-то тоже формулировать, потому что сейчас не совсем понятно, что должна конкретно делать храмовая жена. Это как вариант. Но, опять же, трудно сказать. Может быть, эту проблему будут решать и как-то по-другому. Я сомневаюсь, что кто-либо догатится назад до полного целебата, но в качестве такого самого радикального момента, я думаю, что обязательный постриг для супругов, для тех, кто хочет жениться или выйти замуж за священника, монаха, монахиню, это, в принципе, вполне возможно. Я сомневаюсь, что до этого докатится, но мало ли. Вот такая вот ситуация. Ну что ж, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!